привет друзья сегодня я хочу вам показать как сделать балык вот из таких небольших но жирненьких сазанчиков были они у меня заморожены после последней рыбалки лежали в морозилке сегодня выбрал время и сейчас займусь их приготовлением а точнее приготовлением вкусного балычка к пиву для начала их нужно хорошо помыть дальше с помощью вот такого анкерного болта и шуруповерта буду снимать чешую вам так делать не обязательно я просто покажу очень эффективный способ чтобы чешуя не разлеталась в разные стороны вот так вот зажали болт шуруповерт и потихонечку от головы начинаем проводить как вы видите чешуя снимается идеально не разлетается в разные стороны так делать не обязательно я просто показал одну небольшую фишечку может быть кому-то она будет полезна таким способом снимается все идеально как вы видите ну это можно также сделать обычным ножом либо если у вас есть какой-нибудь подходящий инструмент в виде терочки для снятия чешуи после того как сазанчики почищены от них нужно отделить головы хвосты и все плавники но перед этим их нужно вскрыть и достать фишки очень аккуратненько делаем надрез чтобы не повредить желчный пузырь крылья достаем все внутренности внутренности извлекаются очень легко после того как все удалили и спиной плавника боковые голову хвост такие вот тушечки у меня получились конечно балык лучше делать из свежего сазана этот был замороженный поэтому немного от ребрышек мясо отстало но это ничего страшного теперь нужно отделить позвоночник берем острый нож нащупываем косточку делаем надрезик до ребер вдоль всего хребта извлекаем позвоночник оставляю только филейную часть с ребрышками второй кусочек точно также ищем хребет вот немножечко идем прям по кости по хребту провел теперь с помощью обычных ножниц откусываем вместе с ребрышками филейку второго сазанчика тоже уже приготовил теперь их нужно промыть чуть-чуть добавляем 70 процентного уксуса в воду чтобы нейтрализовать кровь и в этом растворе промываем так рыбку промыли как вы видите вся кровь ушла стал она вот такая вот розовенькая теперь ее надо немного отсушить пока рыбка будет сохнуть сразу же приготовим саму смесь для засолки для смеси мне понадобится соль сахар и молотая паприка это вот под копченая 10 грамм будет достаточно взял 600 грамм соли сюда добавлю где-то 100 150 грамм сахара туда же добавлю паприку паприка здесь будет нужна для придания цвета нашему бабочку в конечном результате увидите что получится теперь все это перемешиваем перемешиваем до однородной вот такой вот коричневатой массы так рыбка чуть-чуть подветрилась смесь готова вот видите какая получилась по цвету какая кирпичная можно приступать к засолке кусочки я буду резать напополам то есть устилаем все дно соли с сахаром с паприкой и отправляем туда кусочки старайтесь их выкладывать ровно потому что как сейчас вы их выложите они в таком положении и застынет кладем мясом на соль дальше берем какую-нибудь крышку подходящего размера укладываем ее берем какой-нибудь груз я вот буду использовать наковалинку пакет и придавливаем в таком состоянии можем либо в холодильник либо в подпол либо в погреб температура 35 градусов должна быть и держим там три дня через три дня увидимся и так друзья прошло три дня сейчас посмотрим что у нас стало с рыбкой вот такие вот пластики получились теперь их нужно достать вот они все один к одному посмотрите какая красота такой вот булочок сейчас он соленый поэтому после того как достал его нужно хорошенько промыть и вымачивать потом три часа в воде меняю воду раз в полчаса чем часа займусь все хорошенько отмываем от соли каждый кусочек после того как все про мы заливаем это все водой и оставляем на три часа через каждых полчаса важно сменять воду чтобы потом рыбка у нас получилась не сильно соленая в моем варианте я хочу сделать ее малосольной увидимся с вами через три часа думаю как я буду менять воду вам видеть не обязательно тут ничего сложного нет и так прошло время ровно три часа после момента как я начал вымачивать балычок такой вот он получился переходим к финальной стадии теперь его нужно будет развешивать и начинать сушить такие вот кусочки мяса сазанчики были не очень большими и жирными все равно получилось уже отменно воду я менял пять раз за три часа вялите я буду самодельном дегидраторе вы же это можете делать как вам будет удобнее хоть под вентилятором хоть просто развешив на веревочке накрыв марлей от лук кусочки одеваю на шпажки главное чтобы было между ними расстояние и когда все это сейчас сделаю кучу дегидратор и начну сушить теперь запускаем дегидратор начинаем вялить вялиться она будет около 10-12 часов может быть даже меньше так как кусочки небольшого размера буду подходить смотреть теперь увидимся уже когда будет готовый результат ставить меня здесь три вентилятора так что сушка будет происходить очень быстро и так прошло 10 часов вот такие вот уже кусочки меня получились в принципе в таком виде уже можно подавать мой балычок на стол но я решил еще немного внести скажем так корректировочку и потрачу еще полчасика на небольшое подкопчение этих кусочков такая вот красотища уже получилось мясо я сильно сушить не стал она чуть-чуть еще легковатое мне такое надо сейчас эти кусочки отправиться в коптилку коптить буду горячим способом примерно около 30 минут то есть сильно мне это делать не надо чуть-чуть обдам дынком рыба приобретет более золотистый цвет и соответственно будет чуть-чуть припахивать дынком вот в такой вот импровизированный коптилочки из холодильника пользуюсь я уже давно и развесил кусочки все запускаю коптилочку и увидимся где-то через минут 30-40 когда мясо уже будет готово погода сами видите какая дождик идет на улице поэтому за 10 часов у меня мясо так вот такую погоду и завялилась вот и прошло полчаса красотища как говорил что злоупотреблять копчением я и не собирался за полчаса у меня чуть-чуть мясо впитало дым и корочка приобрела немного вот такой золотистый цвет я думаю этого достаточно что переходим дегустации балычок считаю готовым и состоявшимся вот такая вот красотища у меня получилось обратите внимание мясо все аж прям светится прозрачные видно все волокна ну что побежал я быстрее в дом наливать пивка и дегустировать таким способом я научился готовить баллы еще в раннем детстве когда отдыхал в деревне и поверьте лучше рецептов я еще не встречал вкуснее такое белка пожалуй вы не найдете тоже посмотрите какая красота мясо переливается в общем все получилось как я и планирую ну что приступим прям то что я и хотел вкус идеальный в меру соленая чуть-чуть отдает дымком мягенькая в общем ребята это идеальная закуска к пиву всем рекомендую вот это все наверное сегодня съем на тем кто досмотрел до конца спасибо за просмотр мне приятного аппетита всем пока до новых встреч ждите новых видео